Настоящие бактерии появились, по-видимому, около трех миллионов лет назад. Бактерии отличаются друг от друга размерами и формой. Одни бактерии имеют палочковидную форму и их называют палочками или бациллами. Например, дизентерийная палочка, коклюшная, кишечная. Другие бактерии имеют форму шара и их называют кокками. Стафилококк, пневмококк. Дугообразные бактерии называются вибрионами, например, холерный вибрион, а что парообразно извитые, спириллами. Кокки, сближенные в цепочку, называются стриптококками, а имеющие вид плотных пачек с арцинами. Бактерии часто имеют выросты, жгутики и реснички. Клеточная стенка бактерий содержит особое вещество муриин, не встречающееся у эукариот, и часто покрыта сверху слоем слизи. По отношению к кислороду, бактерии делятся на аэробов, которым для дыхания нужен кислород, большинство бактерий – аэробы. И анаэробов, для которых кислород необязателен и даже вреден. Это возбудители столбняка, ботулизма, газовой гангрены. По способу питания, большинство бактерий гетеротрофны, то есть питаются готовыми органическими веществами отмерших останков, сапротрофы, или живых растений, животных и человека, симбионты, но встречаются и автотрофы. В зависимости от того, какую энергию используют автотрофы для синтеза органических веществ, различают фото – зеленые и пурпурные серобактерии, и хемосинтезирующие бактерии – нитрифицирующие, железобактерии, бесцветные серобактерии и другие. Фототрофы используют энергию света, а хемотрофы – энергию химических связей. Как пример бактерий-симбионтов, рассмотрим клубеньковые бактерии, поселяющиеся на корнях бобовых растений и вызывающие сильное разрастание клеток корня в форме клубеньков. Бактерии фиксируют азот с последующим образованием аммиака, а из него – нитритов и нитратов. Образовавшихся азотистых веществ достаточно и для бактерий, и для растений. В качестве примера сапротрофов возьмем бактерии гниения и брожения. Люди издавна используют бактерии брожения для получения молочных продуктов, сыра, сметаны, для квашения капусты, приготовления вин. Как мы видим, человек научился использовать бактерии в своей деятельности. Также бактерии широко используются в современной биотехнологии для промышленного получения молочной, масляной, уксусной и пропионовой кислот, ацетона, бутилового спирта и других веществ. В процессе их жизнедеятельности образуются биологически активные вещества – антибиотики, витамины, аминокислоты. Бактерии являются объектом для исследований в области генетики, биохимии, биофизики, космической биологии. Велика роль бактерий в биосфере. В результате их жизнедеятельности происходит разложение и минерализация органических веществ отмерших растений и животных. Образовавшиеся при этом аммиак, сероводород, углекислый газ вовлекаются в общий круговорот веществ. Бактерии вместе с грибами или шайниками разрушают горные породы, участвуя в почвообразовании. Существуют бактерии, вызывающие различные заболевания у животных и человека. Это болезнетворные или патогенные бактерии, продуктами жизнедеятельности которых являются яды или токсины. Бактерии могут поражать и растения, вызывая у них так называемые бактериозы. К счастью, патогенные бактерии составляют лишь малую часть всего царства прокариот. Продолжение следует...